Грядут изменения в законодательстве о туризме. В ближайшем будущем предполагается внести коррективы, которые помогут защитить права граждан нашей страны в различных ситуациях, в том числе и тех, когда запланированная заграничная турпоездка или отдых срываются не по вине клиента. Вот как это будет действовать на практике. Появление изменений в законе о туризме – это следствие нынешней ситуации, связанной с пандемией COVID-19. Пойти на это заставляют участившиеся факты, когда туристы остаются без оплаченных туров и без денег, потраченных на них, а турфирмы устраняются от решения споров, либо вообще исчезают. В этом случае возникла необходимость в разделении ответственности туроператора, исполнителя услуг и турагента-посредника между ними клиентом. Закон о туризме поспособствует тому, что турагенты уже не будут иметь такой огромной ответственности за чужие туры, которые они продают. Они будут иметь ответственность только за ту маленькую комиссию, которую они имеют. К слову, схожий прецедент, который, вероятнее всего, помогли бы решить будущее нововведения в законе о туризме, был и в Пинске. Тогда всё дело закончилось судом. Было одно обращение граждан, которое лично ко мне поступало, о том, что туристическая фирма не может вернуть деньги. Это был турагент, который уже оплатил путёвку туроператора, и у него физически просто нет этих денег, а люди требуют. Как вариант подобной проблемы, говорит Анна Колб, можно ещё решить, либо заранее застраховав себя на такой случай, либо попробовать договориться, перенести турпоездку на другую дату или направление. Если это не случается устроить, то надежда только на суд. Все эти обстоятельства уже сейчас стоит взять на заметку тем, кто планирует свой отдых. А между тем, это будут не первые изменения в законодательстве о туризме нашей страны. В апреле 2020 года был издан указ президента номер 143 о поддержке экономики, а в мае того же года был 178 указ о временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан. По 178 указу получила субсидию гостиница «Спорт». Да, действительно, наша организация очень своевременно получила государственную субсидию в размере 6500 белорусских рублей. И это позволило нам не закрыться в период пандемии, сохранить рабочие места, также выполнить договорные обязательства перед клиентами гостиницы. В данный же момент гостиница осуществляет свою деятельность в полном объеме, и мы рады приветствовать всех желающих посетить наш чудесный, прекрасный город. Появление нововведений в законе о туризме будет очень кстати. Изменения помогут вытеснить недобросовестных игроков с туристического рынка, а также укрепят позиции правовой защиты наиболее уязвимых категории его участников. Надо отметить, что финансовая ответственность туроператора при международном выездном туризме уже достаточно давно внедрена во многих странах. Пришел чередно вести порядок с этим и у нас.